Сегодня мы продолжаем наш цикл лекций, которые посвящены типографике, и поговорим о основных принципах. Это удобочитаемость, различимость, контекст, иерархия и визуальная гармония. Большинство людей, когда видят текст, они не обращают внимания на нюансы дизайна. И, вероятно, вы никогда не останавливали своего внимания и не сравнивали мелкий шрифт, которым, например, набран текст в газетах, журналах. Но согласитесь, что одни газеты читать гораздо легче, чем другие. И, возможно, это из-за того, что шрифт в них крупнее, или печать этих изданий более качественная. Или, возможно, заголовки помогают вам отыскать ту статью или ту информацию, которая вам нужна, быстрее. Как бы то ни было, все эти различия обусловлены шрифтом, который используется для набора этих объектов. И, собственно говоря, газеты или другое издание обретает свою индивидуальность именно благодаря шрифту и тому месту, которое он занимает на полосе. Если вы читаете газеты или журналы или еще какую-то продукцию, то на полках в магазине вы без труда узнаете любимое издание. Так же, как вы узнаете своего знакомого или друга по фигуре и походке. Подобно тому, как отличаются люди в разных странах, разных наций, так же не похожи и газеты. Ну, продолжим на этом примере, раз уж с него начали. Газета, совершенно неприемлемая для американца, придется по душе французу. И наоборот, итальянец, увидев немецкую газету, сочтет ее слишком скучной. Вот эти моменты как раз и объясняются шрифтами. Диакритические знаки и специальные символы придают каждому языку уникальный вид. И, конечно, так же и газеты различаются не только шрифтом и макетом, но и совокупностью слов. Например, для французского языка характерны многочисленные диакритические знаки, то есть специальные обозначения, которые помогают передать произношение. В некоторых языках, наоборот, например, много длинных слов, а в английском, наоборот, коротких, что заметно по британским таблоидам. Поэтому нет универсального шрифта, который подходит для всех языков. Именно этим объясняется популярность тех или иных видов шрифтов в одних странах и непопулярность других. В типографике важны такие критерии, как удобочитаемость и различимость. Это взаимозависимые, но отдельные показатели качества шрифта для читателя. Если говорить об удобочитаемости, то она показывает то, насколько просто или сложно понять читателю текст. И является характеристикой для длинных текстов, которые предназначены для сплошного чтения. Как правило, такие шрифты воспринимаются при нормальном освещении с расстояния 25-40 см в течение долгого времени. Поэтому читатель не должен слишком напрягать глаза при чтении. И при разработке шрифта оптимальной удобочитаемости должны учитываться четыре важных фактора. Во-первых, это длина строки. Во-вторых, количество знаков в строке. В-третьих, величина пробелов. И четвертое, регистр, на котором набран текст. Говоря про первый пункт, стоит пояснить. Слишком длинные строки неудобны для чтения, потому что затрудняют переход взгляда от конца строки к началу следующей. А короткие, наоборот, делают текст слишком фрагментарным. Поэтому читателю приходится переводить часто взгляд на новую строку, что, естественно, отвлекает его от восприятия текста. Если же без длинных строк не обойтись, то ситуацию может исправить увеличенный интерлинияж. Длина строки, конечно, также зависит от назначения текста. Если мы говорим о художественной литературе, о книгах, то там строки, как правило, длинные, поскольку читатель сосредоточен на сюжете, и частый перевод взгляда не будет его отвлекать. Если же речь идет о периодических изданиях, то текст на странице делят на несколько колонок, чтобы читателю было легче найти интересную информацию, ну и в целях экономии. Для удобочитаемости в строке должно быть от 45 до 60 знаков, в зависимости от шрифта и кегля, то есть размер этого шрифта. Межсловесные пробелы также влияют на удобочитаемость любого текста. Если пробелы слишком маленькие, то это снизит различимость отдельных слов, а слишком большие нарушат ритм чтения. Также шрифт не может быть слишком мелким и должен заметно, но не чересчур отличаться от фона. Рисунок текстового шрифта максимально привычный и нейтральный. Знаки не могут слипаться, паузы между ними должны быть равномерны. А колонка текста такой ширины, чтобы читателю не приходилось не забывать, о чем этот текст к концу строки, не перескакивать слишком часто со строки на строку. Самый удобочитаемый шрифт для больших блоков текста самый нейтральный и незаметный. Также на удобочитаемость любого сплошного текста влияет интерлинияж. Неправильно выбранный интерлинияж мешает чтению, поскольку глаз спотыкается при переходе с одной строки на другую. При слишком широком интерлинияже строки текста выглядят не связаны между собой, что не очень хорошо для восприятия повествования. Текст как бы разваливается на части. Уменьшение интерлинияжа до интервала меньше высоты букв, так называемый негативный или минусовый интерлинияж, выглядит очень плотно и создает риск пересечения верхних и нижних выносных элементов для некоторых шрифтов. При выборе интерлинияжа следует учитывать размер строчных и прописных букв, насыщенность и выбранное начертание. Будьте осторожны с текстом, написанным только заглавными буквами, или так называемым капслуком. Он подходит только для тех случаев, где не требуется его долгое прочтение. Например, аббревиатуры или логотипы, вот там такое использование допустимо. Но там, где необходимо сосредоточиться, такой прием лучше не использовать, потому что текст, написанный только заглавными буквами, существенно замедлит его прочтение, по сравнению с тем же текстом, написанным строчными буквами. Заголовки, вывески и короткие тексты очень часто набираются одними прописными. Причем в большинстве случаев это делается без необходимости. Безусловно, прописной набор очень удобен для создания цельного блока текста, потому что в нем практически нет выносных элементов, и строки можно располагать очень близко друг к другу, они представляют собой такие прямоугольные ровные блоки. В то же время прописной набор делает формы слов слишком похожими друг на друга, а это затрудняет чтение. Поэтому при выборе между строчными и прописными нужно задуматься о назначении, форме и предполагаемом расположении текста. Если все же использование прописных букв необходимо, то нужно учитывать, что расстояние между соседними знаками, так называемые опроши, рассчитаны на соседство со строчными, а внутрибуквенные просветы в прописных буквах ощутимо больше. И при наборе одними прописными буквами оказываются поставлены слишком тесно. Поэтому если вы все-таки набираете капслуком, то такой набор требует разрядки, то есть увеличение расстояния между буквами. Еще одно качество шрифта — это различимость. Это то, насколько просто или сложно различать отдельные буквы и слова. Это обусловлено характеристиками конкретного шрифта. Различимость зависит от нескольких факторов, от разницы, выраженной и заметной между буквами шрифта, благодаря чему читатель может почти без затруднений воспринимать текст. И для букв большинства хорошо различимых гарнитур характерно наличие крупного очка, то есть большого размера страчных букв, и большие внутрибуквенные просветы, а также уникальные и легко узнаваемые силуэты. Различимость — это свойства текста и шрифта, особенно важные для восприятия в нестандартных условиях. Например, с большого расстояния или при движении, а может быть при слабом освещении или за очень короткий срок. Обычно это короткие фразы, это какие-то предупреждения, таблички, знаки и другие элементы визуальной коммуникации. В таких текстах важно не столько подсознательное понимание смысла, сколько считывание отдельных знаков. И узнаваемость формы букв здесь важна больше, чем общая ритмическая структура. Надпись должна быть достаточно крупной, а формы букв очень ясные и максимально отличаться друг от друга. Выбор цвета шрифта и фона, на котором он расположен, также очень важен. Слишком нюансные цветовые сочетания могут сделать текст неразличимым. Следующее качество — это заметность. Она важна в тексте, который должен привлекать внимание. Это можно сделать за счет использования крупного кегля или контрастных цветов за счет выделительного начертания или акцендентного шрифта. Такой текст мы прежде всего видим и только потом читаем. То есть сначала он привлекает внимание читателя, и уже потом человек знакомится с содержанием. Текст в рекламе, плакатах, акценденции. Рассчитан на то, чтобы создать у зрителя определенные впечатления. Такой текст действует на наше подсознание не просто как последовательность букв, а как некий созданный образ. Даже далекий от дизайна человек обычно замечает, что этот текст не просто набран, а он несет какой-то образ. Частый эффект заметности текста достигается за счет использования декоративного шрифта. И тут дизайнеру важно помнить, что восприятие таких шрифтов затруднено. Именно за счет их заметности, необычности внешнего вида. И не стоит набирать ими длинные тексты. Акцент и иерархия. Родственные, но самостоятельные характеристики набора. Благодаря акцентам читатель воспринимает информацию в соответствии с иерархией, заданной дизайнером. В продуманной иерархии содержатся как бы визуальные подсказки, ведущие читателя по уровням информации. В этом случае он лучше понимает прочитанное. Контекст. При выборе шрифта нужно в первую очередь руководствоваться смыслом. Это ключевая составляющая графического дизайна, полностью основанного на письменном слове. Хотя мы оперируем отдельными уникальными символами и формами, но в сочетании друг с другом они образуют текстовую информацию. А сам шрифт таким образом должен транслировать идеи и соответствовать смыслу тексту, то есть форма должна соответствовать содержанию. Поэтому, выбирая шрифт, в первую очередь нужно учитывать содержание текста и контекст. Это важно при работе с любым масштабом и любыми материалами, печатными или цифровыми. Субтитры создавал DimaTorzok